Уголовное дело возбуждено после крупного пожара в центре Москвы, в котором погибли 4 человека. Минувшую ночь угорел старинный дом на Никитском бульваре, в котором живут известные актёры, художники и музыканты. Пламя бушевало на площади 2000 метров. Частично обрушились перекрытия. Сейчас эксперты пытаются оценить ущерб и установить причины возгорания. Первая версия Дмитрия Блиникова. После начала пожара всех жильцов дома эвакуировали. Вот в эти минуты людей начали пускать ту часть здания, которая не пострадала. Ну а на самом месте возгорания по-прежнему сейчас работают следователи. Они выясняют причину пожара. Основная версия — короткое замыкание. Огонь вспыхнул глубокой ночью и в считанные минуты охватил весь пятый этаж. Всё дело в деревянных перегородках. Зданию в этом году исполнилось 107 лет. Люди выбегали на улицу без документов и вещей. Пожарные приехали уже спустя 7 минут. Им быстро удалось сбить открытое пламя. Но огонь ушёл в перекрытие и полностью охватил четвёртый и пятый этажи. Всё вместе больше 2000 квадратных метров. Позже между пятым и шестым этажами обрушились потолки. Я был дома, почувствовал сильный запах дыма, потому что загорелась квартира над моим соседом. Я, соответственно, вышел, а там пламя хлещет. Из дома спасателей вывели больше 40 человек, в том числе 8 детей. Но четверо погибли. Тела двоих нашли в своих квартирах. Ещё один человек скончался в подъезде, другой — по дороге в больницу, в машине скорой помощи. Квартира — это практически целый этаж. А на седьмом этаже — двух-трёхъярусные квартиры. Очень сложная планировка. Дом на Никитском бульваре — объект культурного наследия. Его построили ещё до революции для служащих Государственного банка. Сейчас здесь живут известные художники и артисты. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Мосгорнаследие уже обратилось в МЧС с просьбой тщательно разобраться в причинах возгорания. Икрыты сейчас оценивают ущерб. Жильцы, пострадавших от огня квартир, вынуждены переехать. И часть дома придётся закрыть на реконструкцию. Субтитры создавал DimaTorzok